Разговор о будущем Магаданской области прошел в областной научной библиотеке имени Пушкина. Губернатор Колымы Сергей Носов в режиме открытого диалога встретился с лидерами общественного мнения региона. На встрече подвели итоги 2020 года, рассказали о трудностях борьбы с пандемией в Магадане. В показательном ролике рассказали и о достижениях в области здравоохранения. Для борьбы с COVID-19 в регион дополнительно поступили более 30 новых автомобилей скорой медицинской помощи. В Магаданской областной больнице заработал новый томограф, приобретенный по нацпроекту здравоохранения. Реализован проект единой цифровой платформы в системе здравоохранения. Автоматизирована служба по диспетчеризации санитарного автотранспорта, созданного управления подобными пациентами. Уделили внимание и сфере строительства Магаданской области. На встрече представители общественности задали свои вопросы о дальнейшем развитии Колымы. Одним из интересующих для активистов стал вопрос о затяжном запуске бассейна по улице Октябрьской. В отношении задержки проекта уже возбуждено уголовное дело. Деньги освоены по бассейну. Контракт с подрядчиком закрыт. Подрядчику, судя по всему, претензий нет. Так же, как нет бассейна. Я не знаю, честно говоря, когда собираются запустить. Я бы запустил сегодня. Заказчиком является САТЭК. У них есть свое видение. Мы постараемся, чтобы на следующей неделе все-таки это был протокол положен. Продолжается строительство и нового жилого комплекса на улице Ногаевской. Произошла замена подрядчика, потому что предыдущий оказался недобросовестным и будет за это отвечать. В отношении него могут возникнуть и уголовные дела. Теперь работа над жилым комплексом продолжается с новым подрядчиком. В этом году новое здание планируют ввести в эксплуатацию.